Дорогие друзья, всех приветствую на своих каналах. Сегодня мне бы хотелось обсудить достаточно любопытную тему. Тот материал, которым я воспользуюсь, находится в свободном доступе. Ссылки оставлю под видеоматериалом. Не собираю дискредитировать руководство нашего правительства, поговорить я хочу о понятии царь и о понятии президент. Вот. Мне написали достаточно любопытный комментарий на канале «Любовь спасет мир». И девушка уведомила меня о том, что после Путина, президента, будет некий Леонид Маслов. Теолог, который написал достаточно много книг, научный работник. Очень любопытная личность. И мне бы хотелось сегодня поговорить о том, каким путем пойдет дальше Россия. Вот у нас в пророчествах Нострадамуса есть достаточно любопытные строчки. «Иная династия будет в России. Народ за свободу свою восстает». Конечно, я понимаю, что здесь подразумевается появление нового строя, нового типа общества. То есть достаточно много глобальной информации заложено вот в этих строчках предвидения. Давайте начнем с понятия президент. Кто такой президент? Российская Федерация – это главная государственная должность. Вот ответьте мне на вопрос, откуда появилось слово президент. Я нашла ответ в толковом словаре, где четко обозначено, что президент – это ставленник над колонней. И после того, как я стала изучать вот эту тему, я поняла, что на сегодняшний момент наш президент тоже ставленник над колонией. Поскольку Российская Федерация – это коммерческая организация. И все министерства зарегистрированы как коммерческие организации в том же государстве, ставленникам чьей колонии мы являемся. Да, налоги идут в совершенно другую страну – Соединенные Штаты Америки. А вот ставленником колонии Великобритании является наш президент, который зарегистрирован соответствующим образом. И есть документы, это доказывающее. Я сейчас вам все покажу для того, чтобы не быть голословленным. Вот такие документы я нашла, и мне бы хотелось задать вопрос с людям, понимающим. Если действительно эта информация достоверная, то как это понять? Почему на момент смерти Елизаветы Второй в нашей стране не было травы? Во-вторых, если она недостоверная, то почему она до сих пор присутствует в свободном доступе? Ну а теперь давайте проанализируем путь нашей страны от той монархии, которая была. Итак, сначала у нас была монархия, потом СССР, потом СНГ и, наконец, Российская Федерация. Теперь мы должны проделать обратный путь к монархии, поскольку об этом говорят пророческие тексты. И мы должны понимать, что человек, который является президентом, это совершенно другое понятие, нежели понятие монарха. Поскольку президент – это госслужащий или исполнительное лицо. То же самое мы можем сказать о всех тех людях, которые находятся на госслужбе. Это исполнительное лицо. А вот монарх – это у нас хозяин земли русской. То есть это человек, для которого наше государство является не просто собственностью, как многие из вас рассуждают. Это человек, который берет ответственность за страну, за людей, за их жизнь так полномасштабно, что полностью меняет наш социум, переворачивая его с головы на ноги. Потому что на сегодняшний момент мы понимаем, что вот то, что есть, оно достаточно странное, зыбкое. И многие люди задают себе вопросом, как долго, как долго все это продержится. Кто-то, не понимая вот этой ситуации, гордится тем, что происходит в стране и с ее пределами, посредством страны. И сложно людям понять, потому что всегда гордились, гордились страной, как суверенным государством. Потому что была сначала империя, а затем социалистических республик, который тоже был суверенным государством, состоящим из различных республик. Но это было единое, отдельное государство. А вот что мы на сегодняшний момент, человеку, который в этом мало разбирается, нужно понять. Поэтому, если кто-то может помочь разобраться на этом вопросе, помогите. Потому что хочется жить в стране, о которой говорил Владимир Маяковский. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Ну так, если мы граждане Советского Союза, то нужно жить в Советском Союзе. Если мы стремимся к империи, значит, нужно стремиться к империи. Для этого необходимо что-то делать, что-то предпринимать. А значит, хотя бы в первую очередь правильно понимать, кто должен стать главой государства. Я сейчас вам приложу те комментарии, которые оставила девушка по поводу Маслова. Что якобы президент собственноручно коронует его, или без всякой коронации передаст ему власть. Ну, достаточно интересная песня, которую рассказывала мадам Женшиневая Женщина. Хорошо бы, если так. Хорошо бы. Но что-то очень сомнительное. По пророчествам у меня придет человек, который станет монархом. То есть единственным человеком, который может управлять государством. Я вам рассказала, что есть разные типы монархии. А есть монархия, где свое слово может высказать парламент. Но главное, чтобы этот парламент был умен. А то мне иногда очень хочется, чтобы наши дети начали писать те законы, или законы того государства, в котором они желают жить. Для того, чтобы те люди, которые сидят в Госдуме, понимали, для кого они это делают. На этом все. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok